Привет, мои друзья! Мы находимся в Первомайском районе города Новосибирска. Зовут меня Ирина. Всех приветствую! Добро пожаловать на мой канал! Давайте с вами пробежимся по одеялам лебяжи пух. Меня сегодня спрашивали, девочки. Так, лебяжи пух, полторашка, 663 рубля, 90 копеек. Копейки мы не будем с вами, да, говорить. Давайте так посмотрим. Если 600 рублей найдем, значит и копейки мы найдем. Так, вот, 140 на 205. Ну, что я могу сказать? Приятно на ощупь, хоть сквозь мешок, но приятно. Такая интересная штучка. Давайте посмотрим, что еще у нас есть. Ага, здесь и подушки, и одеяла разные есть. Подушки 70 на 70, 386 рублей. Давайте поищем с вами подушку. Найдем, значит, купим. А не найдем, значит, будем искать в другом месте. Светофоров много в Новосибирске. Ну, честно говоря, я не вижу. Но это надо все поднимать. Короче, существует такое, и ладно. Так, полотенце махровое, с бордюром, 327 рублей. Давайте на них посмотрим, где наши бордюрчики. Ага, вот это и есть бордюрчик. Вот это с орнамента. Сильно не будем открывать, это не есть, хорошо. Хлопок 100%. Цвет такой, бешка, мне нравятся, красивенькие. Еще вот есть темненькие, кто-то любит темные, кто-то светлые. Вот разные есть полотенчики. А вот полотенце, что, 30 на 60. Тоже 83 рубля. Ну, это, скорее всего, отсюда, это большие. Так, они, а, вон там они ниже, которые. Давайте дальше с вами посмотрим. А может, пойдем с вами в холодный цех, поедим, посмотрим, что хотим. Ну, давайте зайдем с вами в цех холодный. Посмотрим, что у нас есть. Масло сливочное, 138 рублей. Но я не думаю, что это дешево, конечно. Хотелось бы подешевле. О, это что такое? О, смесь растительного... А, для жарки, наверное, скорее всего. Топленая, да, для жарки так и написано. Сыр Монсарелла. Сыр Плавлин, 180 грамм. Это вот это, да? 115 рублей, что ли? А нет. Скорее всего. А Джокер тогда почем? Так, 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 так. Короче, ничего не поймешь, конечно. Я вот так не люблю. Ну, я вот этот брала, президент. Мне нравится. 197 рублей, кстати. Вот это точно хорошее. Вот, рикотта, сыр. Кто любит? Много очень сыров, конечно. Всякие разные. Ливерная колбаса. Кто любит? Борисские шпаги. За 49 рублей. Интересно, они еще есть удобные или нет? Ничего себе. Длиннющая. А, колбаска. Так. Грудинка. Интересно, сколько магазин она стоит? Это выгодно, не выгодно? Нам же что надо? Нам с вами надо выгоду. Для чего мы ходим в эти магазины? Вот этот, я помню, в детстве мама покупала. Очень хороший хлебный. Вот эта колбаса хлебная. Интересно. Сейчас она такая же вкусная. 343 рубля. Ну, булка большая, конечно. Вот майонез у нас в мягкой упаковке. Так. Мечта хозяйки. И вот такой есть. 101 рубль. 800 грамм. Персона. Яички, кстати, вот есть. 351 рубль. 30 штук. Первый сорт. Ну, нормальные яички. Я бы не сказала, что они не мелкие, не крупные. Нормальные, средние. Вон, какая амбразура здесь работает. Ничего не слышно. Ну, наверное, меня-то слышно. Кстати, хотела спросить про вот эту рыбку. Горбушу брали или нет? Холодного копчения. Ну, выглядит обалденно. И запах обалденный. Здесь еще другая рыбка есть. Лещ. 276 рублей. Тоже, смотрите, какая. Прямо уже охота ее поесть. Ирина, наверное, голодная. Дай еще че. Так. Вот смотрите, капусточка есть. 89 рублей 900 грамм. Кто не успел себе посолить, почему бы его не взять для винегрета или просто хотя бы даже покушать. Салатик какой-то сделать. Даже элементарно с лучком. И подсолнечное масло. Гребешки. Что написано? Черной, острой, масляной заливки. Ух ты. Я такую не брала. А вы брали? Нет? Скажите мне, пожалуйста, кто брал. Я бы тоже хотела такую попробовать. Интересно. Давайте поближе сделаю. Кто захочет посмотреть, мало ли что. А вот это вы любите? Я люблю. Салатик с морской капустой. Ну, какой бы я вот это назяла бы. Туда бы яичко отварное, майонезику, лучку чуть-чуть. И что еще надо? Вкусняшка. Колбаска 200 рублей. 900 грамм. Кстати, плотная, нормальная. Некоторую возьмешь, она какая-то как мягкая, как водяная. Вот такую я не хочу брать. Сосиски сливочные 229 рублей. Ну, я люблю вот эти баварские. Они мне нравятся, они с этим сыром. Ну, сейчас пока не будем брать, мы уже наелись и брали. А так-то нормально, что не брать-то. Сто лет уже не брала, знаете что, сардельки. Тоже бы, тоже хорошо было бы. Омский бекон. Кто у нас из Омска, всем привет. И кто рядом с Омском. О, вот эта колбаска мне нравится. Сервелат. Я ее брала. Я с Новосибирска. Кто с какого города, напишите мне. Будем знакомиться, радоваться. У кого есть ситофор, у вас такой же или не такой же есть. Так. Что мы с вами еще посмотрим или что? Так. Рикотта 177, пол-литра или пол, а грамм, правильно. Так. Президент. Обожаю этот сыр. Намазал бутерброды, поел. О, а этот что, с грецким орехом поди? Ну да. Я брала, кстати, очень вкусный сыр. Хорошо. Сыров очень много. Есть колбаски всякие разные, мяско. Пойдем в мясо глянем, почем оно. 246 рублей. Кстати, нормально. И ребрышки какие. Небольшие, что интересно. Видимо, поросенок не сильно жирный. Ну, как сказать, молоденький. Это хорошо. Так, что там у нас? Яблочки есть. Хотела яблоки купить. Ну, скорее всего, пойду куплю в другом месте. Что-то не очень мне нравится. Так. А это что у нас? Помело. 140 рублей. А в магазине сколько? Что-то надо сравнить цены. Мы же не будем с вами брак не трогать, написано. Брать того, чего не хотим убрать. Так, а что у нас такое? А, это тортики, кстати. Десерт 104 рубля. Кстати, вкусно? Нет медовик? Кто брал? Вы не брали, женщина, медовик? Это такой? Не брали? Полкилограмма. 100 рублей-то можно как бы взять. И все вкусные. А то бываешь, возьмешь коржи, как сухие-то всякие разные. Ну, ладно. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Нажмите на колокольчик, чтобы меня не пропустить. Добро пожаловать ко мне в гости. Будем с вами смотреть, что интересное у нас в Новосибирске продают. Новости. Всем, 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 чтобы было у вас дома хорошо. Чтобы было приятно жить. Ни о чем не думать. Не задумывайся о плохом. Чтобы все-все было хорошо. Пускай мечты сбываются. Потому что кто его знает, у кого какой век. Правильно? Удачи всем. Всех благ. Привет, мои друзья. Мы находимся в Пиромайском районе. Город Новосибирск. Еремина. Какой там номер? 38-6. 38-6. Хотела бы вам показать новиночки. Миска нержавеющая. 275 рублей. Давайте мы ее посмотрим. Кстати, мне она понравилась. Это далековато для меня, но ничего. Видите, она упакована. Вот целлофани. Все культурненько. Хорошая такая штучка. Большая миска. Так, параметры я вам показала. Глубина 5 литров. Все здесь написано. Давайте обратим внимание на ковшики мои любимые. Так, 103 рубля. У меня дома такой же ковшик есть. Ему сколько лет и ничего ему не делается. Очень удобно. Я их прям обожаю. Надо второй приобрести тоже. Не лишний. 400 рублей, но это долго хватит. Там какой-то набор написано контейнеров для сыпучих продуктов. Так, ну здесь не контейнеры. Контейнеры я вот здесь увидела. У нас люди бывают куда-нибудь да уберут. Вот контейнеры. Кстати, очень хорошие. Пластик очень твердый. Так, все размеры одинаковые. 1,4. Три штуки. Три контейнера. Россия. Так что можно приобретать. Так, здесь у нас еще и трусы пошли. Разного размера. И большие, и маленькие. От 44 и до бесконечности. Стоит 69 рублей. До 60 размера. Так, носочки. Вот сейчас к нам, кстати, приносили такие же носочки за 300 рублей. Здесь 130 рублей, кстати. Так, сколько здесь носков? Три пары. Вот любые, может, три пары за 130 рублей купить. Кстати, очень здорово. Кто-то любит такие тоже носочки. Коротенькие. Давайте еще посмотрим, что у нас там ватные диски за 63 рубля. Да, 63. Так, сколько там штучек? 180 штучек. Ну, мне нравятся. Я такие уже брала. У меня есть они. Сейчас пока не буду брать. Давайте по продуктам пройдемся. Так, горчица русская. Так, горчица русская. 250 грамм. 42 рубля. 30 копеек. Я такую не брала, брала другую, интересно, жгучая или нет. Как бы люди в основном контейнеры, как бы, горчицу сами, говорят, делают. Вот горошек. Вот горошек. Твердый или не твердый. Я какой-то здесь брала, кстати, нормальный был горошек. Вот какой врать не буду. Сейчас давайте еще пройдемся, кстати. Повидло брала я. Вот это брала повидло, кстати. Очень вкусное. Персиковое. Вот земляничное не брала. Интересно, вкусное или нет. А, вру. Вот это я брала, кстати. Вот это вкусное. А то я не знаю. Так, тоже 1 килограмм. Да, 1 килограмм 161 рубль. Вот точно не пожалеете. Вот именно персик. Очень прям вкусненький. Здесь вот состав есть, топ-кадр. Сделайте и посмотрите. Кстати. Давайте посмотрим, что за компотик здесь. Или что это такое. Овощной плов. Ёпперный тят. А, здесь, наверное, уже все готово. Засыпай и вари. Ну, а почему бы и нет? Есть люди одинокие, а плов охота. Простись. Так, давайте сейчас посмотрим здесь. Каша. Я такую кашу люблю брать на дачу. Здорово. Такую кашу взял. Высыпал. Чуть-чуть водички, чтобы она была мягкая. И самое то. Вот тушеночка. Ну, тушенку, если взять, так вообще классно будет. Так. О, сайра. Надо ее проверить. Нет, нормальная. Ты обычно берешь, и она вся болтается, сайра. Это нормальная сайра. Ну, я желтенькую уже сколько раз брала. Масло подсолнечное есть. Так, написано томаты. Это, видимо, вот эти томаты. А ценник на подсолнечное масло я чуть не обнаружила. А, вот масло растительное, вижу, 477 рублей. И другое масло, 483 рубля. Все это по 5 литров. Вон они там и здесь, чтобы их видели люди. Ну, это, кстати, масло, скорее всего, с запахом хорошее. Ну, это без запаха, кстати. Взял и забыл, что тебе надо масло. Почему бы и нет. Отлично. Ой, кстати, аджика. Надо аджику взять, кавказскую. Мы были в гостях, и курицу ели очень вкусную. С аджикой. Прям вообще. Ну, надо ее прям чуть-чуть. А то вообще будет все горить во рту. Капец. Вот, люблю фасоль, кстати. Мне нравятся салаты с фасолью. Ну, мы брали с красной фасолью. Ну, может, и белую фасолью, кстати, тоже должно быть вкусно. О, горошек. Отличненько. А, грибочки. Шампиньоны. Так, а здесь что у нас? Ну, это надо туда пока поднимать. Сейчас ничего отсюда не вижу. Ну, и ладно. Вот опята. Смотрите, какие опята. Какие вкусненькие. Кстати. Красиво, да? А вот другие, да, опята? А, нет. Такие же. Ну, это другая фасовочка. Так. Так, отсюда ничего не видать. Только увидим на кассе. Ой, вот так видно? Ага. Вот так-то. Все равно увидели. Так, это что, макаронное изделие. Ага. Ну, мы с вами не поговорили про эти макаронные изделия. 134 рубля, 2 килограмма. Это выходит за килограмм. Это что? Почти 70 рублей. Почти. Это 60 с чем-то. Ну, скорее всего, это хорошее. Раз цена-то, извините меня. Так, группа А, высший сорт. Так, смесь бобовая. Ух ты. 128 рублей 800 грамм. А, здесь ассорти, короче, по-русски говоря. Ну, такой я не брала, не знаю. Не видела, по крайней мере. Крупы. Слушайте, я такую не брала, булгур. Крупа пшеничная. Из твердых сорток. Ну, она полезная, значит. Твердые сорта всегда полезные. Это хорошо. О, вот такую штучку я люблю. Я люблю всякие вот эти закуски. Они вкусные. Ну, их тоже много увлекаться не надо. Все равно там большое содержание сахара и соли. Ну, иногда можно себе такое позволить. Правильно? О, компоты какие красивые. Это персиковые. Так, персик это 171 рубль. А черешин 189. Кстати, я вот такую, помню, покупала. Вот эту или вот эту. Вот врать не буду. Ну, такой вкусный компот. Вот это вообще, вот ешь еще охота. А это что, слива? Ну, да, слива, кстати. Обалдеть. Здесь и мед продается. Я, кстати, не обращала внимания, что мед продается. Ух ты. Так, джемы всякие. Джем, джем, джем. Яблоко, абрикос, груша. Пол-литра 80 рублей. Кстати, вот это нормально. Вот такой бы я взяла попробовать. Почему бы нет? Ну, ладно, мои хорошие. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. Не забывайте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить мое видео. Всем, всем, всем. Только мира и добра. Всего самого доброго. И чтобы все было хорошо. Продолжение следует...